В этом видео совсем кратко я поясню вам две связанные между собой темы, как убрать тягу к сладкому и как убрать живот и вообще лишний жир с других мест, где его не должно быть у здорового человека. А ведь именно сахара, то есть быстрые углеводы и вызывают образование излишнего жира на животе, боках и самое страшное образование висцерального жира, то есть ожирение внутренних органов, даже у человека с виду не толстого. Ну а теперь сразу, чем можно снять, уменьшить тягу к сладкому без усилий воли и даже без изменения рациона, хотя для полной победы и стойкого закрепления результата нужны и иные меры, то есть комплексный подход, о чем я поясню вам далее. Итак, первое натуральное растительное средство это экстракт гимнемы Сильвестра. Лучше брать препарат в каплях, в нашем интернет-магазине этого препарата, к сожалению, нет, но в интернете найти будет легко. Ну а второй препарат, и об этом в своих прошлых видео я тоже говорил, препарат пиколинат хрома, он есть даже в аптеках. Применяя эти оба препарата, вы уменьшите тягу к сладкому процентов на 40-50 как минимум. Ну а для того, чтобы убрать живот, бока, излишний жир, для улучшения здоровья и, соответственно, победами над болезнями, надо убрать. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата, поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Надо убрать все сладкое на вкус из-за рациона своего питания, то есть все сахара. В идеале перейти на веганское кето-питание и перебороть ломку от отсутствия сахара в вашем новом рационе хотя бы в первые 3-4 дня. Но можно и без этого. Есть иной способ отбить желание есть. Просто есть. Вот на эти дни переходного периода, перестройки биохимии нашего тела. Эта методика указана мною в моем видео «Лечебное очищение и голодание». При данных процедурах есть вообще не будет хотеться в этом-то и суть. То есть хотеться не будет реально. Ну как это бывает, вспомните, при болезнях, когда у человека 39-40 градусов температура тела. И тогда даже самому большому обжоре есть не хочется. Просто включается природная защита. Механизм очищения, который так необходим при болезнях, то есть малых воспалениях. Но и не дожидаясь таких естественных состояний, можно искусственно вызвать подобное состояние. Но уже с осознанием и пониманием того, что выйдя из этого состояния, вы уже не будете вновь по старой привычке потреблять то, к чему у вас уже не будет такой явной тяги, как прежде. И тогда главное, просто по глупости не начать есть снова привычное еще вчера. Если кратко, то в этой лекции я говорю о приеме магнезии и кружке эсмарха перед началом курса лечебного голодания. И, конечно, в том видео я подробно все поясняю и объясняю. Ну а после надо перевести организм на разумное кето-питание. Смотрите одноименную мою лекцию на эту тему. Разумеется, можно и вместо прохождения лечебного очищения голодания сразу перейти на иное питание, убрав сахара. Но тогда вам потребуется сила воли и стойкость в первую неделю активной перестройки организма с гликолиза на кетоз. Но в вашей стойкости в этом случае вам помогут те два препарата, о которых я недавно вам говорил. Они именно что подавляют тягу к сахарам, к сладкому. А желание поесть-перекусить вызывают именно сахара. Ну а таким образом вам будет легче в любом случае. А теперь как убрать живот лёжа в кровати утром и вечером? Да, просто надо делать нехитрые упражнения. Держать ноги, приподняв их от кровати, от дивана, от пола с отклонением от 90 градусов по отношению к полу до 10 градусов. Начав с простого в 90 градусов отклонения и постепенно уменьшая угол до 10 градусов. Таких подъёмов нужно делать от 10 до 30, когда уже вы будете натренированы. Также нужно, держа стойку, крутить велосипед, то есть соответствующие движения ногами. Таким образом, общие упражнения длятся около 10 минут утром и столько же днём, либо вечером. Больше, чаще, только лучше. Уголок желательно делать, то есть держать ноги по 90 градусов, сидя на стуле, а ноги в вытянутом положении. А у кого позволит здоровье, что, конечно, намного лучше, на стенке, на турнике. Очень важны аэробные нагрузки. Их надо, конечно, чередовать со статическими. Но аэробные – это и бег, и плавание, и велосипед, но уже настоящие, и прочее. Дыхание – важнейший пункт. Для того, чтобы активизировать сжигание жира, нужна правильная система дыхания. Или применяйте силу воли, перейдя на дыхание по методу бутейка, или занимайтесь на аппарате самоздрав без усилий воли. В обоих случаях вы увеличите в крови содержание углекислого газа СО2 до 6-6,5%, и это даст вам лучшие КПД усвоения кислорода тканями и клетками, что улучшит обменные процессы и запустит процессы омоложения на клеточном уровне. Если захотите понять суть, вот вам мое видео про СО2 и аппарат самоздрав. И помните, что при задержке дыхания, задержке вдоха, при увеличении содержания углекислого газа в крови и тканях происходит более быстрое расщепление жировой ткани на углерод, водород и кислород. Тем более, если активизировать митохондрии. Кстати, увеличение усвоения тканями кислорода идет и при увеличении в крови и тканях концентрации свободного водорода. Вот вам мое очень важное видео на эту тему. Да, есть, конечно, дыхательная гимнастика и пострельниковая, но она тоже требует усилий воли, а многие люди сейчас слабы и ленивы. В общем, суть любых подобных методов – это удержание СО2 на уровне 6-6,5% от общего содержания газа в крови. Суть в снижении интенсивности дыхания, в задержке дыхания на выдохе. Но комплексный подход и заключается в том, что учитывать надо не один понравившийся вам фактор, а все по максимуму. Давайте я вам их и назову. Первый. Нужно снизить потребление калорий. Но это снижение должно быть не из жиров, а из углеводов. То есть нужно убрать быстрые углеводы. То есть все то, что сладкое на вкус. Нужно привести в баланс и соответствие потребления калорий. А также, и главное, надо привести в баланс и соотношение потребления калорий с вашими их затратами в эти сутки. Если вы взрослый человек, но не шахтер и не марафонец, то ваша норма – это 1600-1800 килокалорий в сутки. Вот и не выходите за эти границы. Второе. Массаж живота, лимфодренаж. Тут и пиявки, и пчелы, и глотерапия. Все это тоже может помочь. Но это не обязательно. Третье. Режим питания надо изменить. Категорически не есть вечером. Вот вам мое очень важное видео, почему нельзя есть после 16.00. Посмотрите. И только кажется, что это трудно сделать. Я вот, например, сделал. И это при любых физических нагрузках. Если вы сопротивляетесь этому, уже не изучив, то это в вас говорят слабости и глупости. Четвертое. Обязательно есть больше зелени, потреблять дикоросы. На данный момент у меня вышло 6 видео на эту тему на моем канале. Я советую вам их обязательно посмотреть. Пятое. Нужно долго жевать пищу и проглатывать ее только тогда, когда она станет жидкой. Тогда и пищеварение будет лучше. А значит и КПД всасывания питательных веществ. И съедите вы за раз пищи меньше, так как насыщение при долгом разжевывании пищи придет к вам гораздо раньше, чем если заглатывать пищу. Как к этому многие привыкли. Шестое. Надо побороть пагубную привычку есть перед телевизором. Ведь, скорее всего, у вас уже выработался условный рефлекс по желанию что-то съесть при просмотре фильма, передачи и тому подобное. Седьмое. Важно активизировать процесс аутофагии и тем самым уничтожение спящих, стареющих и балластных клеток. Здесь с помощью будут вам два моих видео. Аутофагия и интервальное голодание, то есть два механизма к активации процесса аутофагии, то есть самоочищения на клеточном уровне. И тем самым омоложение организма со всеми его обменными процессами. А также при условном интервальном голодании и запуске аутофагии еще и начинает вырабатываться гормон роста, который является гормоном молодости. Который с 25 лет вырабатывается нашим организмом все меньше и меньше. Восьмое. Есть чеснок для улучшения жирового обмена и расщепления, соответственно, жиров. Смотрите мою лекцию про чеснок. Там я поясняю все нюансы. Девятое. Принимать сорбенты на ночь. Например, белую глину и или фукус. Но только гелеобразный натив. Вот этот. Ссылка будет. Десятое. У вас не должно быть дефицита важнейших минералов, витаминов и прочих нутриентов. При этом лучшими природными БАДами, то есть натуральными экстрактами или цельными продуктами будут хлорелла, спирулина. Тот же фукус. Одиннадцатое. Потребляйте обязательно витамин С. Только не химический, а органического синтеза из растений. В идеале вот этот. Первый и единственный в мире полностью натурального происхождения, добытый из растений в жидком концентрированном виде витамин С. Двенадцатый пункт. Поможет вам и сода по одной трети чайной ложечки, разведенной в теплой воде, выпивать один раз в день до еды. И этого достаточно, не нужно больших концентраций. Вот вам мое видео про соду и последнее научное открытие на эту тему. Видео от 16 апреля 2021 года. Тринадцатое. Раздельное питание. Этот тип, режим питания проверен десятками лет на сотнях тысяч людей. Это работает на 100%. Вот вам мое видео на данную тему. Четырнадцатый пункт. Об этом я уже говорил, но мы же подводим итоги, поэтому все должно быть систематизировано. Итак, поверхностное дыхание или дыхание через аппарат самоздрав. Ссылка в описании. Пятнадцатый пункт. Пить достаточное количество воды и убрать закисляющий организм напитки. Кофе, сладкие газировки и прочие неестественные, вредные, так называемые, напитки. Шестнадцатый пункт. Физические упражнения. Тут тоже я вам уже все пояснил. Семнадцатый пункт. Специальные добавки, о чем я уже говорил в самом начале, помогут убрать у вас тягу к сладкому, что и вызывает ожирение. И последний, восемнадцатый пункт. Это активация работы митохондрии, наших энергостанций клеток. Принимайте препарат Т8 Экстра или вот эти аналоги. Ну что ж, дорогие товарищи, учтя все это, вы не только добьетесь желанных результатов по двум темам, заявленным мной и разобранным сегодня, но и получите шанс прожить гораздо более длительную жизнь и более качественную, энергичную жизнь, чем если бы вы остались плыть по течению лени, обжорства и потаканию своим слабостям. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.